Ребят, приостановите работу. Здравствуйте! О, мусор остался. Каждый день из полуразрушенного здания на Парковой 66 рабочие вывозят свыше 20 кубов мусора. Рутинная, но необходимая работа – освободить и подготовить помещение к реконструкции. Глава Анапы вместе со строителями метр за метром проходит все площади. Очень старым это здание не назовешь. Оно 99-го года постройки. До аварийного состояния его довел не возраст, а собственники. Затеев в 2015 году реконструкцию, Министерство обороны просто бросило здание без крыши. Министерство обороны передало нам это здание, скажем, не в лучшем виде. Но сегодня мы в состоянии восстановить это здание, организовать здесь работы и организовать работу самого военкомата. Чтобы все наши жители не ездили в Темрюкский район, а ездили сюда. Да, сейчас мы обошли, посмотрели. Работы, конечно, очень много. Но будем этим заниматься. Я думаю, так же, как и на Крымской, восстановим это здание. Возвращение этого здания в муниципальную собственность – уже большое дело. Процесс переговоров с Министерством обороны длился почти год. Но и после передачи форсировать стройку было нельзя. Началу работ предшествовала тщательная экспертиза. Обследование длилось полтора месяца. Наш главный вывод, что это здание будет жить, если выполнить наши рекомендации по приведению здания в соответствии с требованием, современным требованием по сейсмике в городе Анапа. Самая сложность большая, что кто-то самовольно построил перегородки тяжелые. Эти перегородки, мы написали в заключении, но надо их снимать. Причем безударным способом, тихо, спокойно, все перегородки снимать. И вместо них мы рекомендуем из гипсокартона, облегченные с металлокаркасом, что соответствует требованиям сейсмики. Сейчас есть проект, который прошел экспертизу, есть понимание, как действовать. Глава заявляет, на этом месте не будет очередной многоэтажки. Социально важный проект будет воплощен в жизнь. Значит, надо, во-первых, территорию огородить, чтобы сюда посторонние не ходили. Меня интересует с той стороны. С той стороны надо заняться, профиль есть, надо обгородить ее, никого сюда не пускать на эту территорию. И вот этот весь мусор, весь лам, его надо сверху вниз все спускать, и потом будем заниматься перегородками. До осени рабочие должны завершить с уборкой и подготовкой внутренних помещений. Затем на здании восстановят кровлю, что позволит продвигаться дальше. Продолжение следует...